Всегда наши главные врачи выезжают на ярмарку вакансий, активно работают со студентами, но, к сожалению, не все хотят возвращаться. Сейчас ужесточается законовательство, и все целевики обязаны будут вернуться как раз на те рабочие места, откуда они были направлены на обучение. При направлении этих детей на обучение были затрачены очень немалые бюджетные средства. И то, что они готовы вернуть, например, 200 тысяч или только какую-то стипендию, которую выплачивал муниципалитет, это ни о чем. Обучение каждого студента стоит до полумиллиона в год, поэтому общая сумма за весь период шестилетней обучения набегает достаточно значимой. И не дело, когда студент имеет возможность выпускник 200 тысяч вернуть и в свободном плавании уйти куда-то в частную структуру. Есть такой вектор развития, и он принимается вполне, тем более, что ваша администрация выделяет жилье и готова принять докторов с распространственными буквально объятиями. Говорить о том, что низкая заработная плата сейчас, по-моему, тоже уже не приходится. Безусловно, кадровый голод заставляет наших докторов дополнительно работать, заставляет брать дежурство сверхнормативно. Я имею в виду сверх своей одной ставки, сверх должности, но я не думаю, что это какая-то новелла. Так работают медики уже на протяжении многих лет.